В последнем видео на этом канале мы с вами обсуждали, что скорее всего мы отскочим вот от этого уровня. Закрытие августовской свечи И-2021. И это именно то, что биткоин и сделал. Теперь это видео стало как отличное выдержанное вино, а биткоин с того момента ушел в ралли. Мы на полпути к завершению октября, и похоже он все-таки станет ростябрем. Обо всем этом и многом другом в сегодняшнем видео. Ребят, как дела? С возвращением на канал. Сегодня рынки растут, а все повсеместно уходит в памп. Это то, что я люблю называть сезоном метания дротиков. Можно закрыть глаза, наугадкинуть дротик и попасть в токен, который наверняка уйдет в памп. Что означает возвращение интересов крипто. И очень быстро напомню, что биткоин по-прежнему сохраняет свой параболический тренд. Тренд, который мы с вами обсуждали на протяжении всего 2023-го и предсказывали его начало. И который по-прежнему сохраняется. Прямо сейчас парабола на месячном графике выглядит очень и очень уверенно. Но я хочу переключиться на недельный график, потому что кое-что, что мы с вами обсуждали ранее, недельный пробой RSI. И то, как каждый раз, когда образуется крупный пробой недельного RSI, тренд обычно становится ультрабычьим. И прямо как мы только что упомянули начало 2023-го, пробитие недельного RSI привело к огромному забегу вверх. И сейчас биткоин снова показывает в точности этот сигнал. Пробитие недельного RSI. Что, скорее всего, приведет нас к огромному забегу. И что означает, что мы заходим на экспоненциальную фазу. И эта экспоненциальная фаза недельного RSI длится в диапазоне от 6 до 12 месяцев. Что означает, по крайней мере, продолжится до марта следующего года. То есть с полугода до года. Вот такие дела. Поэтому, по крайней мере, до марта 2025-го, по крайней мере, мы будем расти. В долгосрок, с точки зрения макро. Но, конечно же, на этом пути нас ожидают огромные скачки в обе стороны. Но до марта, минимум, мы ждем движения вверх. Прямо здесь было закрытие месячной свечи. Уровень, который мы отметили, станет вероятной отметкой, от которой мы отскочим. И удивительным образом это и произошло. Но если мы с вами поместим трендовую линию RSI, посчитав ее уровнем поддержки, то увидим, что биткоин оскочил точно от восходящей трендовой линии RSI. Таким образом, RSI-структура может выступать сигнализатором в лонг, если посмотреть сюда и представить это низом на структуре RSI. А также, если мы посмотрим с вами на сопротивление, на этот растущий канал для RSI, то биткоин может начать готовиться формировать восходящий верх. Вот здесь, продолжая расти, достигая этого уровня перекупленности RSI. Он может выступить краткосрочным сопротивлением. Этот восходящий верх. Так что, вероятно, мы даже можем уйти примерно до 67 500, уйдя в короткосрочное тестирование этого уровня. Но в конечном итоге, я думаю, что мы вырвемся в долгосрок и достигнем исторический максимум. Но у нас есть точка объединения между сопротивлением марта и направленной вверх линии сопротивления, идущей вместе с сопротивлением RSI. Так что, это станет ключевым уровнем между 67 500 и 68 000. И за этой зоной следует пристально смотреть, потому что она может оказаться местом, где все приостановится, но если биткоин все-таки пробьется через нее, то это станет действительно бычьим сигналом, означающим, что исторический максимум придет гораздо быстрее, чем, вероятно, его ожидают люди. Ведь от текущих цен мы находимся лишь в 12%, всего лишь в 12% от нового АТАЖ. И, чтобы мы понимали, биткоин вырос на 5% лишь за сегодня, оказавшись в 12% от исторического максимума, так что вещи могут поменяться очень быстро. Мы можем оказаться там за неделю или даже за день. Для этого нужна всего лишь одна хорошая недельная свеча. И вот мы уже там. Так что, несмотря на этот диапазон в 67 500 до 68 000, зона ключевого сопротивления, несмотря на него, я все равно считаю, что мы в тренде вверх. Рынок, я вижу, очень побычье, ведь это сезон выборов, а два последних... Да что там, почти каждый бычий рынок в истории биткоина начинался прямо на выборах, когда мы достигали исторического максимума. Это повторяется снова. Теперь я хочу поговорить о некоторых макроструктурах. В большей степени о структурах RSI. Перед вами месячный график и месячный график биткоина. Структура месячного RSI остается одним из самых надежных сигналов. Аналогично тому, что сигналы пробития недельного RSI остаются самыми надежными сигналами. Пробитие вниз месячного сигнала RSI — это один из важнейших сигналов завершения цикла. Что ж, я по-прежнему считаю, что мы пока очень далеки от этого, но хочу вам, ребят, показать то, что было в конце 2013-го. Биткоин взлетел с цены мини-доллара до 12 долларов. И линия поддержки месячного RSI, точнее, когда мы ее пробили, вот здесь, стала сигналом конца обычного забега, концом всего цикла. Это линия поддержки месячного RSI. Ключевая поддержка. Мы ее пробили, настал огромный медвежий рынок, начался многомесячный мощный слив. В конце 2017-го, начало 2018-го — то же самое. Структура месячного RSI, и когда мы ее нарушили, образовался конец цикла. В 2021-м, поддержка месячного RSI, структуру месячного RSI, как только мы ее сломали, образовался конец цикла. И прямо сейчас биткоин находится над поддержкой месячного RSI. Что означает, если мы продолжим от него отскакивать, продолжая этот забег, то впереди нас ожидает гигантский памп, мощный. Это поменяет правила игры для всего криптоцикла, если мы отскочим от этой линии поддержки. Ведь вы видите сами, между этими событиями проходит много месяцев. Иногда мы даже не опускаемся на ретест этой линии до самых поздних моментов цикла. Так что, если здесь мы отскочим, биткоин может вырасти до... Может, давайте помедим вот это сопротивление. Он может оказаться выше 84 на месячном RSI. Со временем. 84 в ожидании провала вниз ближе к концу 2025-го. Сентябрь-октябрь 2025-го года. Так что, если замерять месяцами с текущего момента до середины 2025-го, вот вероятная дата, которую мы ищем. Время для забега и провала вниз. Сентябрь-октябрь 2025-го. Так что, структура месячного RSI заслуживает вашего внимания. Так что, я думаю, если мы от нее отскочим вот здесь, то мы поедем вверх до момента завершения цикла. Наиболее вероятно. Но я это упоминаю, потому что сейчас мы на ней. Так что, в теории, это зона захода в лонг, перед тем, как цикл реально полетит вверх. И, конечно же, использовать этот инструмент для определения конца цикла позднее, 2025-го. И аналогично тому, что я упоминал в Твиттере 3-го октября, обычно мы заканчиваем рост в конце месяца. Май, конец мая. Начало июля, конец июля. Начинаем август снизу, кончаем сверху. Сентябрь начинается внизу, заканчивается вверху. Начинаем октябрь снизу. А теперь мы ждем начала роста. Мы идем в рост. И месячная свеча зеленая. И пока мы здесь говорим, идея эта начинает работать. А еще я хочу вернуться вот к этому посту. И несмотря на то, что он от 8-го октября, теперь эта месячная свеча стала зеленой. Но все-таки я хочу вам напомнить, что цели нисходящего расширяющегося клина определяются сверху донизу паттерна, что приводит нас, если мы вскоре вырвемся вверх, примерно к 91 тысяче. Первые многомесячные цели, приводящие нас в этот диапазон. А затем ожидаем отскок в 124 тысячи долларов. Почему 124 тысячи? Да потому что, согласно параболической диаграмме из учебника, по прохождению третьей базы фондовый рынок удваивается, в нашем случае биткоин, за довольно короткое время. И в данном случае это много месяцев. База 3, 91, перекур, а затем 62 тысяч. Мы удваиваемся в 124 тысячи. И это то, что нам следует ожидать согласно учебнику. Но если на мгновение мы с вами забудем о графике биткоина, и представим, что это какой-то просто график, и посмотрим на учебник, на график цены, то мы такие, окей, 124 тысячи, от середины этого диапазона 62 тысячи, то это именно то, что говорит учебник. Это то, о чем говорю я. Я пытаюсь здесь не слишком быть субъективным, а стараюсь смотреть непредвзято. С точки зрения того, что говорит учебник, так что 124 тысячи — это, вероятно, вершина цикла. Да, в зависимости от того, как все пойдет, все может поменяться. Но пока я рассчитываю примерно на эти уровни. Для меня это логично. Для большинства людей, как только мы пробьем эти уровни, начнут говорить о суперцикле, называя 200 тысяч, 300 тысяч или больше. Но чаще всего, когда люди называют такие цифры, это не происходит. Так что я буду придерживаться реалистичных целей, потому что, имея такие реалистичные цели и придерживаясь реалистичных ожиданий, главное не забывать о временных целях, забирая прибыль. Ведь при нереалистичных ценовых целях и не имея временных целей, вы никогда не заберете свою прибыль, продолжая держать портфель во время медвежьего рынка. Поэтому вы должны запомнить, что все в этих циклах, друзья, основано на времени. Время играет гораздо большую роль, чем вы думаете. На самом деле, время даже более важно, чем цена. И если вы посмотрите на то, что происходило во время биткоин-циклов, то у нас есть выборы, и мы растем до 40-й или 80-й недели после халвинга. Вершина образуется примерно там, от 40 до 80 недель. Выборы, забег вверх. Спустя 80 недель у нас вершина. Выборы и забег. Через 80 недель у нас вершина. И прямо сейчас мы буквально у выборов. А через 80 недель, сентябрь-октябрь 2025-го, мы достигнем вершины. И не важно, какая будет цена эта вершина, ведь время важнее. Все внутри циклов, глобальная ликвидность, экономика, сезоны выборов, все это в циклах движется по времени. Так что время, ребята, важнее цены. И вот почему, ребят, я создал индикатор прибыли халвинг-цикла биткоина, который все это и показывает. Суть в том, что не важно то, какая цена, ведь на 80-й неделе находится твоя вершина. Да, иногда это может быть 40-я неделя, может быть 80-я. Она может быть в любом месте этого диапазона. Но к этому моменту, если ваша ценовая цель не достигнута, плохо, но надо продавать. Ведь часики тикают. Ребят, об этом не забывайте. И, кстати, если вам нравится этот контент, то можете отблагодарить команду Криптокомманс, которая трудится для вас, поставив под видео лайк и подписавшись на этот лучший русскоязычный криптоканал. Ну а если и комментарии оставите под видео, то не только команде Криптокомманс поможете, но и карму свое поднимете. Ну и, конечно, не забывайте о вашем другом, самому любимом канале Бла-Бла Крипта, на котором ежедневно выходят авторские креативы с лучшим техническим анализом и легендарным ньюс-блоком Крипта. В общем, Кевин, хватит уже гнать пургу, потому что уже не знаю даже, что сюда сказать, а ты все говоришь и говоришь. Ты классный парень, и аналитик у тебя на отлично, но про совесть не забывай. Поэтому выключай свою шарманку. Все, хватит достаточно. А вам, дорогие зрители, спасибо за просмотр, удачного трейдинга, и до встречи в следующем видео.